Всем привет! Сегодня снимаю видео для вашей любимой рубрики «Покупка продуктов на неделю». Как всегда, часть продуктов перекочует, возможно, на следующую неделю. Какие-то продукты будут в течение недели докупаться, что касаемо, скорее всего, молочки и хлеба. Также такие продукты, например, как риса, гречка, я не покупала, потому что у меня уже остались в прошлых недель. Приобрела только то, что закончилось. Часть продуктов я купила в интернет-магазине ОК. И часть продуктов, что касается свежих овощей, фруктов и ягод, я купила на рынке, потому что летом там действительно намного вкуснее. Давайте покажу вам все более детально. И начну я, наверное, с овощей, как всегда. Взяла стандартно картофель, морковь, капусту. Эти овощи я беру всегда. Лук у меня остался, поэтому лук я не брала. Также взяла кабачки. Очень люблю и тушить кабачки, и в духовке запекать. Также взяла баклажаны. Из баклажан хочу сделать закуску любимую с помидором, с укропом, с чесночком. Я очень давно хочу для канала снять. Все, руки не доходят. Обязательно сниму как-нибудь закуску из баклажан. Также взяла короткоплодные огурчики. Кстати, огурчики Алиночка очень любит. Мы их и просто кушаем, и в салаты добавляем. Взяла очень много, потому что на рынке они очень вкусные, очень ароматные. Также тоже очень много помидорок на рынке взяла. Девчонки, вот на рынке помидоры действительно самые вкусные. Они ароматные, спелые, сочные. Вы когда их разрезаете, они красные внутри, в отличие от тех, которые продаются в магазинах. В магазинах, конечно, трава по вкусу. Из зелени взяла немножко укропа и чеснока. У меня есть салат и кинза в холодильнике, поэтому не брала много. Что касается фруктов, конечно же, стандартно взяла яблоки и бананы. Эти фрукты мы берем всегда. Их я заказывала в окей, потому что бананы и яблоки, они везде одинаковые. А все, что касается, например, ягод, каких-то фруктов спелых, я, конечно, беру на рынке. Взяла вот такие абрикосы, очень ароматные. Летом, кстати, я очень люблю абрикосы. Также взяла, конечно, черешню. Она, к сожалению, уже заканчивается. Так что черешней балуемся последние, наверное, пару недель. И она, наверное, будет уже отходить. Кстати, девчонки, многие меня спрашивали на грудном вскармливании, кушаю ли я ягоды. Девчонки, у нас колики были только полтора месяца. Сейчас, слава богу, тут фу, у Марка все хорошо. И я уже кушаю свежие овощи, свежие ягоды, фрукты. И никаких проблем с животиком у нас нет. Несмотря на то, что я взяла достаточно много свежих овощей, заморозку я тоже беру. С ней действительно очень удобно. Взяла тыкву, это или для супов, или для тушения. Фасоль зеленая, я вам уже сто раз говорила, что мы очень любим зеленую фасоль. Также взяла свои любимые летние овощи. Я вам говорила, что со сливками с куриным филе их часто делаю. Алиночка очень любит на гарнир, например, рис или макарошки. Алиночка, честно говоря, зеленую фасоль не ест, но вылавливает, например, горошек, морковку. Очень любит. Также взяла цветную капусту, взяла брокколи. Кстати, девчонки, вот эта фирма то, что надо, в окей. Я не знаю, может быть, она в Ашане есть. Очень хороший. У них цельник недорогой и по качеству очень хороший. И взяла еще тоже от фирмы то, что надо, лечо. Лечо я тоже тушу, например, с мясом и с картофелем. Очень-очень вкусно. Что касаемо мяса. Девчонки, я в последнее время стала брать именно грудку куриную. Все-таки на куриной грудке супы мне больше нравятся, чем на курице. Курицу я раньше разделывала. И, например, из-за ножек, из крыльев мне не нравится бульон. А вот из-за грудки куриной он получается насыщенный, вкусный. Поэтому для супов я стала брать именно грудку. Также, что касаемо мяса. Я взяла фарш говяжий. Я помните, вам рассказывала, что я стараюсь сама крутить мясо, сама делать фарш. Но, к сожалению, моя электрическая мясорубка стала очень плохо делать фарш. Наверное, лезвие затупилось. Поэтому я теперь покупаю фарш. Правда, стараюсь хороший брать, не дешевый. Взяла вот такой вот мироторг. Это фарш из мраморной говядины. Надеюсь, будет вкусно. Первый раз беру. Взяла несколько упаковок. Также взяла рыба. Рыба кита. Рыбку готовлю или на пару для мужа, потому что он на диете. Или запекаю в духовке. В фольге, например, добавляю лук, добавляю морковку. И накрываю фольгой. Тоже очень вкусно получается. Также взяла, конечно же, куриное филе. Я вам уже сто раз говорила, что филе я обожаю. Я очень люблю именно белое мясо. Взяла фарш куриный для котлеток. И взяла много-много вот таких вот бедрышек. Я уже вам говорила, что филе бедра на пару самые-самые вкусные. Мужу, по крайней мере, нравится. Я, честно говоря, их не очень люблю. Я люблю или отварное куриное филе. Вот именно вот обычное вот такое белое мясо. А вот эти бедрышки нравятся мужу, поэтому их я беру именно для мужа. Себе я люблю брать обычное куриное филе. А для мужа оно суховатое. Ему оно не нравится. Вкусы у всех разные. Что касаемо молочки, девчонки, так как муж у меня сидит на диете, он пьет очень много кефира. И кефир вот такой вот простоквашина. 1% ему больше всего нравится. Он перепробовал за 2 месяца, которые он сидит на диете разный. И говорит, что простоквашина для него самый-самый вкусный. И он берет его. Также взяла молоко. Молоко тоже взяла простоквашина. Чаще всего брала леонозовска. Но мне нравится, что здесь закрывается крышечка. Также взяла сливки. Опять-таки сливки в этой же фирме то, что надо. Они недорогие. Я их беру именно для вторых блюд. Когда тушу с какими-то овощами, с каким-то мясом. Для придания сливочного вкуса некоторым блюдам. Из молочки также взяла вот такой вот творог. Это творог обезжиренный. Опять-таки для мужа. Для мужа я готовлю очень вкусный десерт. Это блинчики из белка с какао. И внутрь вот такой вот творог. С заменителем сахара. Очень вкусный такой сладкий десерт. И полезный. Дальше взяла вот такую сметану. Кстати, вот эта сметана для меня самая-самая вкусная. Единственное, я раньше брала в маленькой упаковке. В большой не брала. Не знаю, насколько вкус отличается. Но в маленькой упаковке я обожаю вот этой фирмы сметану. Она очень вкусная. Конечно же взяла сыр. Вы знаете, сыр или на бутерброды я беру. Или для каких-то блюд. Взяла нам с Алиночкой вот такой вот творожок. Это для сырников. И из молочки еще взяла плавленый сыр. Также взяла мюсли для каш. Мюсли я добавляю именно к кашам. Горточку. Мне нравится такой хрустящий вкус в кашах. Помимо этого взяла цикорий. Кстати, стала пить цикорий в последнее время. Он по вкусу очень напоминает кофе. Но не такой вредный, даже полезный. Добавляю немножечко молока к цикорию. И очень-очень вкусно. Но скажу вам, что цикорий действует успокаивающе. То есть, если, например, кофе оно бодрит. То цикория меня даже клонит немножечко в сон. Поэтому пью, наверное, не больше кружечки в день. Мужу взяла опять-таки вот такие отруби. Беру разные пшеничные, ржаные. Они в форме вот таких вот кружочков. Ему нравится перекусывать этими отрубями. Очень вкусные. Кстати, я тоже их люблю периодически. Также стандартно, конечно же, взяла яйца. Взяла белый хлеб. Это для бутербродов. Чаще всего беру зерновой хлеб. Но, к сожалению, его не было в наличии. Что касаемо вкусняшек. Взяла Алиночке несколько пюрешек. Это я ей в развивашку даю. Она у меня ходит несколько раз в неделю на несколько часов в развивашку. И для перекусов я ей покупаю вот такие вот. Или покупаем ей вот такие вот барни. Не знаю, насколько они полезны. Но Алиночка любит. Вроде никаких добавок, консервантов ей и так далее нет в составе. И мы тоже Алиночке покупаем. Вот такую упаковочку где-то на неделе. Здесь 5 штучек. И вот иногда и раз в день ее балуем. Из вкусняшек также взяла вот такие вот ванильные сушки к чаю. И себе я взяла вот эти конфеты. Девчонки, кто не пробовал от Красного Октября ромашки, попробуйте. Не знаю, они мне очень нравятся. Иногда себя ими балую. У них внутри сливочная начинка, помадка. И из бакалея я взяла немного макарон. Вот такие макароны я взяла для супа. И вот такие вот обычные для вторых блюд. Гречку, рис не брала. Кашу тоже не брала. Потому что это все у меня есть. Ну вот и все, чем я хотела с вами поделиться. Надеюсь, это видео было вам интересным. Может быть, даже где-то полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обязательно на них отвечу. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!